Электронная коммерция стала одной из тем форума, сделанного в России. Ее обсудили российские и зарубежные эксперты. Гость нашей студии Алексей Мурзинок, директор по международным партнерским программам Эксар. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Какие тренды на рынке экспортной e-commerce вы бы выделили? Прежде всего, надо сказать о том, что мир идет по пути омниканальности. И нельзя сейчас отделить уже и онлайн от оффлайна, и оффлайн от онлайна. Он тесно переплетен. Самое главное, что те предприниматели, которые изначально торговали только в оффлайне, они, естественно, приходят в онлайн. И те предприниматели, которые торговали только в онлайне, а такие тоже есть, они тоже понимают, что и в оффлайне это нужно присутствовать. Наверное, вот этот самый главный тренд, который сейчас есть в мире, Россия, естественно, ему соответствует и движется в этом же ключе. Ну и действительно у нас есть большие успехи. Какой рост в сфере e-commerce в России сейчас наблюдается? На нашей сессии было презентовано новое исследование от Data Insights совместно с IBM. И было сказано, что сейчас розничного экспорта из России уже полтора миллиарда долларов США. То есть это именно розничный экспорт, это те товары, которые трансгранично доставляются за рубеж. На самом деле это уже такая приличная цифра. В прошлом году было, кстати, миллиард 200 миллионов, в этом уже миллиард 500. И вообще по темпам роста электронной торговли Россия с 2019 по 2021 год переместилась с 2010 на третье место в мире. Именно по темпам роста. То есть мы действительно вот этот механизм, этот инструмент используем очень эффективно и как-то быстро в него включились. Непосредственно в российском экспортном центре какие есть или существуют, может быть, сервисы, как раз связанные с электронной коммерцией? Наш автоматический подбор маркетплейсов, когда компания анкетируется, ей в автоматическом режиме выдаются те маркетплейсы, на которых подобная ей продукция продается уже сейчас. Это как раз, как мы это называем, такой шаг ноль, когда еще нет каких-то организационных действий для того, чтобы туда выходить, но есть уже понимание, что действительно на каком-то там Амазоне, либо Этси, либо еще чем-то, каком-то маркетплейсе этот товар продается. Это вот такая наша точка входа. Ну а безусловно, весь этот наш суперсервис, он достаточно длинный, мы его запускаем по частям, там будет предусмотрено по большому счету все, в том числе и система управления заказами, когда из одного места можно будет управлять продажами сразу на нескольких маркетплейсах. В сессии участвовали ключевые электронные площадки, мировые. Какие вы видите перспективы наших российских экспортеров? Я считаю, что перспективы самые радужные, потому что, во-первых, наши производители делают качественную продукцию, она экологически чистая, достаточно дешевая, и наши экспортеры, они сейчас учатся вести себя на этих маркетплейсах очень активно, и они стали заметны.